Так просто и так красиво. Прикольно! Я же другой какой-то хотела брать. Чё за запах? Прям такая красота аппетитная. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свея. Сегодня у нас будет видео покупочки Fixed Price. Та-да-да! Вот такой вот большой пакетик. Новогодние покупочки, новиночки и не только. И, кстати, у меня новый фон, у меня новая камера, новый микрофон. Цвет тот же. Просто я попыталась настройки сделать чуть посветлее. Оцените, скажите. Если что, я буду работать над тем или иным. В общем, уже давно подхожу к этому видео. Никак не могла его снять именно потому, что новая камера, потому что старая совсем уже испортилась. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! И давайте приступим к новиночкам из Fixed Price. Итак, первое, что я взяла и мне понравилось, это вот такая вот красивая веточка. Я считаю, что она многофункциональная, стоит всего лишь 199 рублей. Она уже наряженная. Здесь у нас вот такой вот крючок есть. И ее можно повесить и закрепить, как, например, куда-то вот сюда. Куда-сюда? У меня просто фон. Это, нет, это не мой телевизор, нет, сзади. С фоном встроенным, между прочим. Это в телевизоре встроенный фон, он мне понравился. Один из первых, хочу именно на нем снять. В общем, ее можно повесить как вертикально куда-то, можно над дверным проемом, например, повесить. Кстати, не обращайте внимания на то, что у меня сзади идет отблеск от моей лампы. Просто ее невозможно вообще никак поставить, чтобы не было отблеска. И самый лучший вариант это поставить за моей головой. Ну, я такая шаткая, все шатаюсь, поэтому я думаю, она не сильно будет вас напрягать. Представьте, что это, например, нимба у меня над головой. Еще я никак не могу привыкнуть к камере, она здесь немного сбоку, когда я на себя смотрю. Вот так я сейчас на вас смотрю, да, вот так вот я смотрю, что я там вам все-таки показываю. В общем, многофункциональная штука. Сама по себе, уже наряженная, красивая и даже она идет со снегом. Плюс, девочки, из этого можно сделать прекрасный венок. Уже практически готовы. Вот так мы цепляем там его, да, ну, еще надо будет, конечно, закрепить, если мы захотим сделать веночек, да. Прекрасно гнется. Закрепили и украсили, девочки, украсили всякими игрушками, мишурой и повесили. Мне кажется, это будет очень даже себе бюджетный венок, потому что, на самом деле, венки дорогие. Мы с вами смотрели по другим магазинам, обзорчики с магазинов с разных лент, ашан и другие есть у меня на втором канале. Ссылка на него под видео, посмотрите, и какие там цены, я все показываю. Поэтому это очень даже бюджетно. Итак, поехали дальше. Дальше у нас вот такие украшения. Мне они понравились. Я их взяла не только для Нового года, как бы это актуально, но вообще они очень красиво по цвету и по какому-то даже, не знаю, дизайну. Очень вписываются мне в мою спальню. Я, честно говоря, не знаю еще, куда их, да, можно повесить. Но, думаю, что можно как-то красиво задекорировать. Может быть, даже они будут свисать у меня со звездочек моих. 99 рублей стоят какие-то такие ленты. 3 метра написано. Ленты или одна лента. Давайте посмотрим, как она здесь сделана. Так, где начало? Нашли начало и разматываем. А, то есть это одна такая лента получается. Трехметровая. Бог ты мой. Я бы ее разрезала, честно говоря, чтобы, знаете, такие висюльки висели. А, я поняла. Это типа можно на елку сделать, обмотать вокруг елки, как гирлянду. Смотрите. Вот она вот такая вот длинненькая, видите? Красивая. У нее здесь идут бусинки, звездочки, бусинки, звездочки и Леночка. Слушай, так просто и так красиво. Но я бы ее сделала, знаете как? Я бы ее вообще вот так вот сделала на 4 части или на 3. Разрезала бы, соединила, сделала бы эти части разной длины. Может быть, чтобы оно как-то вот так вот висело. Свисало. Оно так гуще и красивее смотрится. Красивее. Да? Правильно. Вот. Как-то так. В общем, красивые ленточки. По цвету они гармонируют в мою спальню, поэтому... На вас смотрю. Поэтому я буду это экспериментировать еще. Мне понравились эти декоративные ленты. Дальше. Мне очень понравились вот эти вот бабочки. Надеюсь, тут не отсвечивает. Я обязательно все показываю покрупнее. Крупным планом, чтобы вы видели. 149 рублей. Просто наикрасивейшие бабочки. Я их повешу на елочку. Вы, кстати, заметили, да? На этом фоне, наверное, и не заметили этот кусочек. Мои елочки стоят. Радуют вас. Пыталась сделать новогоднюю атмосферу. В общем, бабочки красивые. И я думаю, они очень круто будут на ней смотреться. Да? То есть по цвету нормально. Не выделяются никак. И плюс на них уже завязаны вот эти вот петельки. То есть просто достал и повесил. Это я люблю. Еще из новогоднего я взяла вот такую вот игрушку. Тоже елочная игрушка, я так думаю. Хотя можно ее использовать не только на елку, еще куда-то. Очень красиво она сделана. Такая все перламутровая. Я взяла сердечко. Тоже уже с петелькой. Вся такая в камушках каких-то, как в жемчужинах таких. Я не знаю. Ну, я взяла одну. Посмотреть, как она будет на елке смотреться. Возможно, она вообще будет невидима на елке. Хотя на нее очень красиво идет блеск от гирлянд. Вполне возможно, что она будет хороша. Но я взяла, чтобы попробовать. 77 рублей. Там еще есть звездочки. Вообще можно использовать вот такие еще, как сережки. Огромные такие. В общем, игрушек там видим и невидимы. Игрушки все красивые. С новогодним чуть-чуть давайте под завершим. Смотрите, из новинок еще что я взяла. Вот такая рукавица. Это пилинг рукавица. Она двухсторонняя. Давайте мы ее с вами откроем. 99 рублей стоит. Вот такая. Все, я вам ее покажу тут. Откроем ее с вами. И защипаем. О, ухтышечки. Прикольно, девоньки мои, прикольно. Во-первых, она удобная. У нее действительно две стороны. Одна сторона такая, наверное, погрубее чуть-чуть. Вот здесь, где сотками сделаны такими. А с другой стороны, ну, она тоже прям чувствуется, знаете, пилинг. То есть, не мягкая какая-то, да. Здесь можно вот так вот даже два пальца вытащить. Но удобнее мне вот один вытащить, да, и регулировать. А, все. С одной стороны один палец, а если с другой стороны, то другой пальчик. Слушайте, удобная. Такая хорошая прям. На резиночке здесь. То есть, рука может влезть любая. Хотя резинка не сильно тянется. То есть, очень большая мужская рука может не поместиться. И еще здесь есть петелька, чтобы повесить и хранить. По-моему, классная. И вообще, я хочу протестить на своем втором канале. Я думаю, что это сделаю в одном видео. Я протестирую вот эту перчатку и протестирую вот этих два скраба. Я очень люблю скрабы и в фикс-прайсе очень часто я нахожу классные бюджетные скрабы. Первый скраб – это скраб для тела каканут латы. Каканут латы? Блин, я же не хотела каканут латы брать. Я же другой какой-то хотела брать. А взяла каканут латы. Короче, там было три вкуса. Каканут латы был. Что-то там мокко. Я хотела что-то мокко взять. Ты, блин, всегда перекутала. Ну, в общем, мне понравилось, что оно, видите, в виде кофе сделано. Прикольно. В общем, хочу этот скраб попробовать. И вот такого было два тоже скраба. Один шоколадный, по-моему, а второй цитрусовый. Ну, цитрусовый он бодрит, знаете, как-то. И я думаю, что да, обычно скрабик сделаешь с утра какой-нибудь такой цитрусовый. И все, и бодряком. Я вот думаю, на одну ногу я сделаю один скраб, на другую, другую. И там на руке, по телу пахнет классно. Вот этот открытый, да, он классно пахнет. А вот этот запечатанный здесь. И его, ну, вот так не понюхаешь. Поэтому на втором канале все почитаем. Состав почитаем. И вот отдельно три продукта. Вот эти сниму отдельно. А, еще из ухода, смотрите, появилась новая соль. У меня с фикс прайса много соли. Классная у меня. Огромная такая там килограммовая или полтора килограмма роза. Обалденная просто. Хвоя есть еще тоже. Запах классный. Вот этот вот, кстати, я запах не нюхала. Но запах колокольчик. Ой, сейчас нет, посыпется не буду. Ну, вроде приятно пахнет. Соль ароматизированная для принятия в ванн. И здесь сзади написано колокольчики. Я не знаю, как колокольчик пахнет. Наверное, что-то просто цветочное, свежее, что-то такое абстрактное. Вот так вот роза, ты знаешь, как пахнет, да? Там еще какой-то цветок, может быть, сразу воспрянет, да? Вот как-то колокольчик. Что за запах? Ну, цвет голубенький, красивый взяла. Люблю вечером, когда совсем устала. Прям вообще сил нет наболтать в ванну с солью. Она очень хорошо успокаивает. Итак, немного для кухни. Вот что я хотела скорее снять, почему это видео. Скорее проверить вот эти антибактериальные пакетики. 30 штук. Поскольку они литраж, мне нужен просто поменьше литраж. У меня по 60. Слушайте, я, наверное, перепутала. 30 штук я перепутала литраж 30. Мне нужны просто пакетики чуть-чуть поменьше. Потому что мои какие-то огромные пакеты. И когда я эти пакеты застилаю в мусорное ведро, в туалет или в ванну, ну, как-то получается много слишком. Надо поменьше. Вот такие антибактериальные. Цвет, кстати, очень хороший, не броский. Он такой серый. И сейчас по размеру посмотрим. Вроде эти поменьше, да? Смотрите, вот. Да, 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 да. Он меньше. Он меньше. А можно, девочки, даже еще поменьше. Именно для мусорного ведра вот в ванна-туалет. Классно. Они еще и антибактериальные. Нифига себе. Ну, достаточно прочные, нормальные. Также для кухни я взяла вот такой рукав. У меня не было рукава. А я его взяла после того, как посмотрела видео «Готовим для ленивых». И там Татьяна, наша Таня, она приготовила, я, кстати, на это видео могу оставить вам под своим видео ссылку, где она готовила в рукаве, она готовила курицу с овощами. Как быстро она все сделала, просто помыла, закидала все это в руках, в духовку. И вылезла туда, ну, прям такая красота аппетитная, что я захотела себе, думаю, как просто. Это, не знаю, не надо мыть посуду, это не надо ничего нарезать там особо сильно, да, стоять, переворачивать. И нет никакой вони особой, да, вот это когда ты тушишь или жаришь. Ну, в общем, вообще классно. Я решила взять рукав и попробовать что-то такое приготовить. Так что у меня теперь есть рукав. Таня, спасибо за рецепт. Быстрый, легкий и не надо стоять над печой. Над печкой имеется в виду. Еще я также взяла вот такой вот горшочек. Новые горшочки появились в фикс прайсе. Есть зеленый, это для цветочков. И есть такой, кстати, графит цвет, очень красивый. 77 рублей, по дизайну мне понравился. Но я его купила, у меня маленьких цветов особо-то нет. Я его купила для того, чтобы пересадить туда ели из фикс прайса. Помните ели из фикс прайса? А, вы не помните еще. Но на моем втором канале я купила ель уже давно, 3 недели назад. Она уже подросла, и ее надо пересадить. Совсем скоро будет видео на моем втором канале. От начала до конца, как я эту ель вот купила, какие у меня ожидания, как она выросла, как она сейчас. Я уже ее пересажу, и это видео совсем скоро будет на канале. Еще следующая новиночка, которую я взяла. Я, девочки, не занимаюсь дома, но я надеюсь, что скоро начну заниматься. Я уже вот-вот-вот-вот-вот готова. Уже же телевизор большой, красивый появился. Пространство вроде так вот, прям хочется заниматься, да. Как-то уютно. И я набираю себе, набираю. У меня и скакалки, и гантели, и резинки для занятия. В общем, у меня дома все есть для занятия. Было бы только желание и время. Ну, время даже нет. И было бы желание, время найдется, да, чтобы заниматься. А Fitness and Power Responder с 8 прошитыми петлями для захвата. 199 рублей. Вот такая новинка появилась в фикс-прайсе. Розового, по-моему, и фиолетового цвета. Но фиолетовый какой-то темный, некрасивый. Я взяла розовенький. Вот такая вот она. Вот такая, небольшая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. И я так понимаю, что это захват. Вот здесь мы можем взять, да, сюда ножку поставить. Опа. И поехали тянуть. Резинка такая хорошая. А если мы возьмем захват поменьше, вот смотрите, да. Допустим, вот так. Мы вот так что-то делаем. Она не так уж и хорошо тянется, да, чтобы захват меньше брать. Знаете, типа сила, упор больше. Ну, в общем, здесь, как всегда, на обратной стороне нарисованы упражнения, которыми заниматься, да, можно как. В общем, будем заниматься. Вот такие резиночки. Также есть одежда и еда. Сначала я покажу из одежды, что, а потом мы попробуем одну вкусняшку, которую я взяла новинку. Итак, из одежды я взяла Деньки. Вот такие вот штаники, хаки. Вот такая вот расцветка. Мне они понравились. Они немного ему на вырост будут. Вот этот размер какой у меня тут. 199 рублей стоит. Размер 110. Ну, блин, размерный ряд везде все время какой-то разный. Вот эти ему даже большие. Вот когда придет у нас весна, они будут ему как раз хорошо. Либо такие брючки можно, когда мы будем заниматься. Где-то, да, допустим, я планирую тут еще одни развивашки найти ему, где он будет заниматься. Я думаю, что там как раз слишком легкое, может, будет холодно, а слишком теплое будет жаркое. И вот в помещении прям в таких будет классно находиться. У меня тоже есть такой костюм. Мы можем даже фотосессию какую-то вместе замутить. Короче, мне понравились вот эти классные, разные размеры есть. Себе я взяла вот такие эластины. Девочки, ну не знаю, мне очень понравилась расцветка. Я хочу померить, посмотреть, как она мне будет сидеть. Я взяла размер 42, чтобы они прям в обтяжечку были. Может быть, какой-то пуш-ап сделают, да? Вот так вот раз. Так, ну они не должны сильно... Блин, может быть, надо было больше размер взять. Видите, когда растягиваешь, рисунок немножко млекнет. А мне хочется, чтобы он оставался вот такой вот яркий рисуночек. Ну посмотрим, вроде я не сильно такая, да, чтобы 42 на мне растянулся прям как следует и побледнел весь рисунок. Но мне кажется, красиво как-то. И вот прям, не знаю, мне эта расцветка очень понравилась. Я даже готова и в люди выйти вот в этих лосинах. На самом деле вот в фикс-прайсе продается все то же самое. Иногда можно встретить, что будет продаваться в других магазинах, только стоит там 10 раз больше. Там за тысячу рублей или за полторы тысячи те же лосины. Вот так идешь и не поймешь на самом деле, а где купил человек. Бывают расцветки идентичные, понимаете? И вот я в шоке была. Вот эти расцветки, они очень популярные. По ним не догадаешься, где ты взял, но только вы будете знать, если увидите меня в таких лосинах, только вы будете знать, где я их купила. Фикс-прайсе, да. И мне, короче, не впадло в них даже пройтись и сделать фотосессию, потому что они реально классненькие. Но это сейчас. Сейчас мы их померим, я вам сюда их вставлю. И если будут какие-то у меня поправки, я там же в видео во вставном покажу. Но мне кажется, они будут классные. Также я купила себе теплые носки. С ними всегда дефицит. Хотя у меня не дефицит, у меня очень много теплых носков. Я и в васильке, и в фикс-прайсе, но брала мне целая гора. Ну, вот эти новинки, они мне очень понравились. Я прям зала такие белосерые. Они намного теплее, девочки. 36-39 размер, женские. И они намного прям теплее, чем те, которые у меня есть. Возможно, мне даже в таких жарко будет. А может, фотосессию можно прикольно. Ну, такую, знаете, типа зимняя фотосессия, теплые носки. Короче, супертеплые носки тоже всегда должны быть. Ох, я немножко так спешу, чуть-чуть переживаю. Новая камера, новые звуки. Смотрю, чтобы батарейка нигде не села, да, там со светом, чтобы не было... Немножко, когда ты снимаешь в непривычной обстановке, немножко ты нервничаешь и как будто спешишь, пока ничего не испортилось. Вот. В общем, вот такая вкусняшка новенькая. Тарали называется. Со вкусом апельсина. Тарали твист. Самое интересное, что здесь не начинка апельсина, а здесь прям вкус апельсина в тесте. Мне показалась это интересная идея. Давайте попробуем. Интересная идея, я вам сказала. Просто интересно попробовать. Так, нюхаю. Апельсина и так прям не пахнет цитрусом никаким. Во всяком случае, я не чувствую. Может, очень отдаленно, но если бы мне не сказали, что здесь апельсин, я бы вообще даже и не подумала. Но когда ты кушаешь, очень отдаленно, но присутствует аромат апельсина, даже если бы не сказали, возможно, я бы и спросила, как будто есть апельсиновый какой-то легкий аромат. В целом, они прикольненькие, вкусненькие. Я думаю, что их можно и с карамелью, с чаем, с чем угодно, короче, с вареньем попить. Они реально прикольные, вкусненькие. Все, мои хорошие, вот такой вот был обзорчик из фикс прайса. Сейчас у меня на самом деле есть некие переживания, что же там со звуком, что же там с изображением. Хотя я вроде все протестила, вроде все нормально, но до конца ты никогда не можешь знать. Я надеюсь, что это видео хорошо получилось, хорошо записалось, если оно вот выйдет в таком формате, с моей вот такой вот оконцовкой. Знаете, что все хорошо. Как вам мой образ? Волосы я уже помыла, кстати. Ладно, все это в блоге, наверное, расскажу. Или нет, или здесь. Волосы я помыла уже третий раз, они все смываются, становятся светлее. Вот, цвет хороший, мне нравится. Вот, как получилось ли у меня атмосферу какую-то такую, как вам вот фон вот такой вот, делать ли периодически такой фон, или прям вот все время можно разные какие-то делать, здесь могут быть разные оттенки. Вот я сейчас синий выбрала, может быть розовый, может быть желтый, короче, какой угодно. И здесь очень много разных фонов я могу вам делать. В общем, напишите, как вообще вам все. Я переживаю. И люблю вас очень сильно. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Люблю вас, целую. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного, как всегда. Не устаёшь об этом говорить. Обязательно ставьте лайк. Мне будет очень приятно. И я прощаюсь с вами до следующего видео. Ага, вся полезная информация под видео, полезные ссылки, интересные видео, поэтому обязательно заходите в инфобокс. Всё, люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok